МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели. В студии Мария Лапчева. Вначале коротко о главных темах последних 7 дней. Гуляем до апреля. Масштабный фестиваль в Люберцах продлится до середины весны. Рискуя жизнью прямо на перерез едущим машинам. Зачем люберчане подвергают себя опасности? Выпил? За руль не садись. Акция «Нетрезвый водитель» прошла в Люберцах. Волшебство сказочного леса. В Люберецкой резиденции Деда Мороза прошел необычный мастер-класс. Свободный микрофон. Как люберчане провели новогодние праздники? В ночь с 6 на 7 января православные верующие и люберец приняли участие в рождественском богослужении. Во всех храмах городского округа прошла праздничная литургия. А главная служба традиционно состоялась в храме Преображения Господня. Для православных это особенный день. День рождения Иисуса, Сына Божьего. Недаром летоисчисление мы ведем именно от Рождества Христова. Вирующие участвуют в служении, ставят свечи и молятся у икон за своих родных и близких. И вас всех, православных христиан, да помнит Господь Бог во Царстве Своем, всегда на ней присно и вовеки веков. В этот праздник верующие вспоминают евангельский рассказ о том, как три волхва пришли поклониться Христу в ночь его рождения. Мудрецы принесли младенцу дары. Праздничные службы прошли более чем в 30 тысячах храмах Русской Православной Церкви по всему миру. Рождество отмечают также Грузинская, Сербская, Русалимская и Польская Православные Церкви. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Фестиваль городской среды «Выходи гулять» стартовал в Подмосковье. Идею провести народные гуляния на территориях, которые благоустроили в рамках президентского проекта по формированию комфортной городской среды, предложил Минстрой России. К акции присоединились и люберцы. На Рождество праздничные мероприятия прошли в двух парках города. «Выходи гулять» с таким призывом клюберчанам обратились местные активисты. В рамках областной акции для жителей устроили праздничный концерт. Они водили хороводы, пели песни и участвовали в зимних забавах. В общем, с традиционно широкой русской душой отмечали Рождество. Также по всей Московской области были открыты новые зоны для отдыха всех жителей. И в рамках этих реконструкций, появления новых зон отдыха проводится фестиваль «Выходи гуляй». Он стартовал 3 января. И с 3 января на всей территории городского круга Люберца, во всех парках проходят открытые площадки, работают концертные программы. Самый добрый и яркий фестиваль «Выходи гулять» – это не только песни и пляски. На Тажинском парке с самого утра жителей ждала веселая зарядка от общественной организации «Русский характер». А после там же состоялся массовый спортивный забег с Дедом Морозом и Снегурочкой. После такой небывалой новогодней активности люберчане согревались бесплатным горячим чаем с баранками. А те, кто не устали, катались на оленях и лошадях. Мы в этом году встречаем в замечальном парке, новом, отстроенном. Это, безусловно, очень важно, так как для меня, как представителя молодежи, и для всех люберчан, я думаю, тоже, безусловно, важно. А в реконструированном центральном парке праздничные гуляния прошли впервые. Организаторы сделали праздник для взрослых и детей. Аниматоры провели танцевальный флешмоб с юными люберчанами и членами местного молодежного парламента. Но и это еще не все развлечения. Здесь Люберецкий дворец культуры со своими артистами, со своим театральным кружком вышли вот так вот встретить весело, здорово. Всех детишек, народ выходит, идет гулять и веселится с нами в наших любимых городских парках. В фестивале «Выходи гулять» поучаствовали более трех тысяч люберчан. А всего с начала новогодних каникул на праздничных мероприятиях Люберецкого округа побывали более семи тысяч человек. Анна Троян, Наталья Григорьева и Александр Богданов. Телеканал ЛНР. Добавлю, фестиваль «Выходи гулять» проводится в рамках проекта оформирования комфортной городской среды и продлится до 10 апреля. Каждые выходные в парках и скверах городского округа будут проходить развлекательные мероприятия для всех желающих. Подробнее о проекте нам рассказала Светлана Носкова. Еженедельно, каждые субботы и воскресенье мы приглашаем вас в наши скверы, в наши парки, в центральный парк городского округа Люберцы. Там для вас будут проходить анимационные программы, игровые программы, спортивные старты, аттракционные, концертные программы, театральные представления. Главные мероприятия состоятся в Центральном парке культуры и на Наташинских прудах. Также уличные массовые гуляния пройдут в сквере Победы в Краскове, в парке культуры и отдыха поселка Малаховка, в Томилинском парке сказок и на стадионе Болятина в Октябрьском. Жители смогут участвовать в ретро-танцах и мастер-классах, петь в караоке, кататься на лошадях, а также в собачьих и оленях упряжках. Любителей здорового образа жизни ждет скандинавская ходьба. Дорогие друзья, все ваши детки могут совершенно бесплатно попрыгать на батутах, получить сахарную вату в подарок, поучаствовать в веселых конкурсах, а также обязательно проводить с собой бабушек и дедушек, которые будут с нами петь и танцевать. Все мероприятия фестиваля «Выходи гулять» будут проходить регулярно по выходным, вплоть до середины апреля. Расписание и время проведения смотрите на официальной странице Комитета по культуре в Инстаграм. Даниил Михайлов, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Праздник Крещения Господня традиционно отмечают в ночь с 18 на 19 января. В Люберцах уже готовятся к его проведению. Организационные вопросы обсудили в местной администрации. Особое внимание на заседании уделили обеспечению безопасности граждан. Наташинские пруды в Люберцах, Малаховское озеро и Кореневский карьер в Краскове. Три специально оборудованных иордани, подготовленные к празднику Крещения Господня. По всем адресам крещенские купания начнутся в 21.00, а в полночь для присутствующих прогремит праздничный салют. Об этом сообщили на организационном совещании в Люберецкой администрации. Особое внимание на заседании уделили безопасности в период нахождения на водоеме и в момент купания. Так, с девяти ночи и до последнего посетителя будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, МЧС и скорая. Места для купаний будут оборудованы специальными сходнями, лестницами и настилами. Также на территории расположат пункты обогрева с горячим чаем. На совещании отметили, что люди в алкогольном опьянении для купаний допускаться не будут. С начала года в Люберцах уже отремонтировали более 60 ям. Работа проводится по программе «Дороги Подмосковья». Об этом местному порталу РИАМа сообщил глава округа Владимир Ружицкий. Ремонт дорог в Люберцах начался 2 января. На сегодняшний день подрядчики устранили 64 ямы, общей площадью более 200 квадратных метров. Только 9 января на Егоревском шоссе ликвидировано 26 ям, а это 48 квадратных метров. В работах задействовали 27 дорожных мастеров и 16 единиц спецтехники. Стоит отметить, что ямы заделывают литым и холодным асфальтом. Некоторые выбоины засыпают асфальтовой крошкой. Вся технология при выполнении ремонта соблюдается строго. Отчеты о выполнении ежедневно отправляются в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Почти 7 тысяч жителей Московской области на портале Добродел проголосовали за включение дорог региона в программу ремонта на 2018 год. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. На Доброделе в разделе дороги идет открытое голосование, где каждый желающий может отдать свой голос за одну дорогу, а также оставить комментарий с фотографией по участкам, вошедшим в программу 2018 года. Для того, чтобы оставить свое предпочтение, на интерактивной карте нужно выбрать свой муниципалитет, а во вкладке «Дороги на голосование» определенный участок. К примеру, в Люберецком округе семь дорог уже включены в план ремонта на 2018 год, а из предложенных 26 участков отремонтируют те, которые выберут жители. Голосование продлится до 1 февраля. Напомним, подобный опыт в Подмосковье уже есть. Весной прошлого года жители региона через портал Добродел выбирали дороги, нуждающиеся в ремонте. По итогам голосования в 2017-м отремонтировано около 400 километров областных дорог, что составило 13% от общего объема работ. В Москве и Подмосковье открылись пункты приема елок для переработки. Об этом сообщает портал «Риама» в Люберцах со ссылкой на Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В столице подобных пунктов 12 и еще один в Тищах. Отметим, в прошлом году на утилизацию в Москве сдали 560 новогодних деревьев. Без мишуры, гирлянды и прочих украшений. Такой должна быть новогодняя елка, поступившая на утилизацию. С 9 января по 28 февраля в столице будут работать пункты приема новогодних деревьев. Сдать один из символов Нового года можно с 10 утра и до 6 вечера. Именно так работает большая часть пунктов. После переработки из пихты ели или сосны сделают щепу, которая послужит основой для растительного грунта. Адреса и другие подробности можно узнать на официальном сайте МОЗ «Природы». Мария Антонова, телеканал ЛРТ. На стадионе «Торпеда» свою работу возобновил центральный каток. После продолжительной оттепели его снова залили. Добавлю, это один из самых больших катков округа. Теперь он открыт для посещения каждый день, а на его территории работает прокат коньков, а также кафе. Здравствуйте. 43-й, пожалуйста. Новогодние каникулы и праздники подошли к концу. Но морозы в Люберце пришли только сейчас. А это значит, что самое время вставать на лед. Ведь центральный каток на стадионе «Торпеда» снова открыли. Спасибо. Эта зима оказалась непредсказуема. Из-за аномально теплой погоды в декабре каток работал всего два дня. Хотелось при Новом году покататься, но что-то у нас погода не очень была. Все таяло. Я очень рада, что холодало наконец-то. Погода хорошая. Для всех любителей зимнего развлечения это настоящий праздник. Ведь наконец-то все свободное время можно посвятить катанию на коньках. И нам удалось подготовить хороший лед. Хороший лед для люберчан и гостей города Люберцы. И хочу отметить, что мы самые первые открыли зимний каток с натуральным льдом Московской области. И у нас лед очень большой, 16 тысяч квадратных метров. То есть есть где разгуляться русской душе, покататься на коньках вдоволь. Для всех желающих и любителей активного образа жизни по выходным будут проводиться веселые старты, мастер-классы и соревнования с призами. Мероприятие будет проводить школа лед совместно с руководством стадиона. Будут проводиться мастер-классы по фигурному и хоккейному катанию. И будут также, соответственно, проводиться в планах у нас стоит стрит-хоккей. То есть уличный хоккей без вратарей. В будние дни центральный каток открыт для посетителей с 16.00 до 22.00. Выходные с 11.00 до 10.00 вечера. На территории работает прокат коньков, а также кафе, где можно отдохнуть и перекусить. Ветераны, сироты, многодетные семьи и дети до 7 лет могут посещать каток абсолютно бесплатно. Даниил Михайлов, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Почти 4000 преступлений зарегистрированы в 2017 году на территории Люберец и близлежащих городов. Об этом, подводя итоги работы, сообщили представители межмуниципального управления МВД. При этом полицейские отметили тенденцию к постепенному снижению преступности. На совещании с докладом об итогах оперативно-служебной деятельности выступил заместитель начальника МВД Люберецкая Василий Овчинников. Он отметил устойчивую тенденцию к сокращению зарегистрированных преступных посягательств в 2017 году. Всего было зарегистрировано 3942 преступления, что меньше практически на 8% по сравнению с прошлым годом. В том числе 2125 преступлений по линии криминальной полиции снижение составило 20% и 1817 преступлений по линии охраны общественного порядка. Также Овчинников сообщил, что удалось достичь положительных результатов в раскрытии и расследовании преступлений, в том числе экономических. Раскрываемость убийств и изнасилований составила 100%. Однако в работе по борьбе с наркотиками сохранились недостатки, а также вызывает обеспокоенность ситуация с преступностью несовершеннолетних. В 2017 году несовершеннолетними и при их соучастии было совершено 59 преступлений. За различные правонарушения в дежурной части отделов полиции было доставлено 762 несовершеннолетних, рост 35%. С учетом всего изложенного в докладе определились приоритетные направления деятельности Люберецкого МВД на 2018 год, куда включено противодействие коррупции, терроризму и незаконной миграции, а также Организация безопасности на выборах президента России и Чемпионате мира по футболу. Даниил Михайлов, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Перебегать дорогу в неположенном месте. Кажется, для некоторых людей это занятие превратилось в хобби. Искоренить вредную и опасную для жизни привычку госавтоинспекторы пытаются уже много лет. На этот раз люберецкие стражи порядка провели очередной рейд – пешеходный переход. Нарушители ловили возле станции Люберцы первые. Здравствуйте, а почему дорогу в неположенном месте переходите? Да я здесь перехожу. Здесь – это значит, где удобно, а не где правильно. Именно таким принципом руководствуются пешеходы-нарушители. А таких возле станции Люберцы первые немало. Переходите, не установлено для перехода месте в зоне видимости пешеходных переходов. Не сложно было дойти? Не заметили с двух сторон находиться пешеходный переход? Документы ваши, быстрее личность. Не заметил, хотел сэкономить время, всегда так делаю, на дороге не было машин. Вот обычные отговорки людей в таких случаях. Однако сотрудники ГИБДД предупреждают. Самое малое, что вы можете получить за нарушение ПДД – это штраф в размере 500 рублей. А в некоторых случаях за желание перебежать по-быстрому пешеход расплачивается собственной жизнью. Статистика по Московской области дорожного транспортного происшествия с участием пешеходов говорит о том, что с начала года у нас, к сожалению, наблюдается рост данных происшествий. Основными нарушениями, я уже говорила, являются нарушения перехода проезжей части и не пропуск пешехода на пешеходном переходе. Это обратная сторона медали. Даже законопослушные пешеходы не могут быть уверены в собственной безопасности, ведь не все водители считают нужным пропускать их на зебре. Человек идет пешеходного перехода, он уступает и проезжает. Я же ему не мешаю. За непропуск пешехода на зебре этот водитель, как и любой другой нарушивший ПДД, заплатит штраф от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Кроме карательных мер, стражи порядка применяют и поощрительные для тех, кто ПДД знает и соблюдает. Будете модными, красивыми и безопасной дорогой. Рейд-пешеходный переход Люберецкие гусавтоинспекторы проводят в среднем раз в месяц. За один выявляют от двух до четырех нарушителей. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. За руль только трезвым. Под таким девизом люберецкие сотрудники ГИБДД ежедневно выявляют пьяных водителей. Наша съемочная группа поучаствовала в одном из таких рейдов и выяснила, соблюдают ли закон местные автовладельцы. Сейчас в мероприятии проводятся, называется нетрезвый водитель. Проверяем состояние водителя. Нет, вижу, что вы так трезвые. Вот так легко и точно опытные сотрудники ДПС выявляют пьяных автовладельцев. Рейд-нетрезвый водитель в первые недели января проводился ежедневно. Инспекторы визуально определяли признаки опьянения у водителей. А если возникали сомнения, отправляли их на дальнейшую проверку. К счастью, за все это время ни одного выпившего сотрудники ГИБДД не нашли. Это создает аварийные ситуации, конечно же. Потому что я вообще не пью. По словам инспекторов, количество любителей выпить за рулем заметно уменьшилось. Это связано с изменением правосознания у населения, увеличением подобных рейдов, а также с ужесточением штрафных санкций. Так, впервые пойманный за пьянку водитель лишается прав на полтора года и попадает на штраф в 30 тысяч рублей. Однако, несмотря на это, полностью не исключены аварии, виновниками которых стали нетрезвые автомобилисты. С начала этого года на территории обслуживания Люберецкого отдела ГИБДД произошло одно дорожно-транспортное происшествие с участием водителя, находящегося в состоянии опьянения, в результате которого пострадал сам водитель. По предварительным данным, водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с машиной, едущей во встречном направлении. Такие оперативно-профилактические рейды в первую очередь направлены на предупреждение аварийных ситуаций. За одну операцию госавтоинспекторы проверяют до 200 машин, создают на проезжей части огороженный проверочный коридор, что позволяет за короткое время быстро и оперативно выявлять нарушителей. За период проведения мероприятий с начала 2017 года у нас выявлено порядка 8 водителей, находящихся в состоянии опьянения. Проведено более 75 мероприятий подобного направления. В среднем с начала текущего года, 2018, у нас проводятся еженедельные мероприятия. Мероприятия по выявлению нетрезвых водителей в городском округе продолжатся на постоянной основе. А самим автовладельцам стоит помнить, что при опьянении притупляются реакции и внимание. А последствия аварий с участием пьяных автовладельцев гораздо тяжелее, чем при обычных ДТП. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. За минувшие праздники в городском округе Люберцы произошли 7 пожаров, где пострадали 4 человека. Это меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Статистикой происшествий с нашей съемочной группой поделился инспектор по пожарному надзору Сергей Зубков. Петарды и бенгальские свечи, салюты и летающие фейерверки. Эти изделия создают пожароопасную обстановку, особенно в новогодние праздники. В этом году возгораний по вине пиротехники зарегистрировано не было, однако вообще без пожаров не обошлось. За прошедший период 2018 года на территории поднадзорной ОНД Полеврескому району произошло 7 пожаров. За аналогичный период прошлого года произошло 8 пожаров. То есть есть небольшая положительная динамика, тенденция к снижению количества пожаров. Что касается погибших людей, то за истекший период текущего года гибель людей на пожарах не зарегистрирована. Пожары возникают из-за шалости детей, неправильного использования или неисправности печного и электрооборудования, а также при курении и распитии алкоголя. Каждый гражданин на месте должен соблюдать элементарные требования пожарной безопасности. В первую очередь в быту, потому что если проанализировать все эти возгорания, которые произошли, то можно сделать один вывод простой, что основная причина этих возгораний – это неосторожное обращение с огнем. Не стоит забывать о правилах безопасности не только в быту, но и на производстве. Необходимо соблюдать и вопрос режимного характера, и ни в коем случае не допускать проживания людей на территориях баз, складов и иных местах, где проживание людей, граждан не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 2018 год в МЧС России объявлен Годом культуры и безопасности. Разработан план сезонных профилактических и воспитательных мероприятий. Даниил Михайлов, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. В Краеведческом музее продолжает работу выставка восковых фигур. 38 экспонатов различной тематической направленности привезли из Санкт-Петербурга. Одними из первых восковые копии знаменитостей увидели люберецкие школьники. Визит школьников в Краеведческий музей начался встречей с Дедом Морозом. Ребята прочитали новогоднему волшебнику стихи, а также спели любимые песни. Затем экскурсоводы провели их на второй этаж, где мальчишек и девчонок ожидали не менее известные персонажи и личности. Смотрите, русский царь действительно был высокий, крепкий здоровье, мундир воссоздан полностью того времени, ткань какая была, какой цвет показан. Обязательно очень красивый такой воротничок использовался. Кроме известных политиков и звезд шоу-бизнеса, здесь можно увидеть персонажей зарубежных мультиков и сказок, а также популярных фильмов. К слову, эта часть экспозиции больше всего понравилась детям. Ещё мне понравился Джек Воробей, как будто прям настоящий. Они как настоящий, потому что при создании восковых фигур используют контактные линзы. От этого глаза экспонатов кажутся более реалистичными. Стоит отметить, что эта выставка проходит в Краеведческом музее не впервые, но на этот раз она отличилась большим количеством новинок. Привезли в этот раз Петра Первого. То есть это действительно детей очень шокирует. Он достаточно высокий, Ельцин привезли, обычно его не привозят. Для детей обновлена выставка, какими новыми персонажами? Это Бармалей, Мюнхгаузен прямо на ядре, потом Аватар, Шрек, Гарри Поттер. Выставку восковых фигур традиционно привозят во время школьных каникул, чтобы у детей была возможность посетить её. На этот раз она продлится до 4 февраля. Поэтому увидеть восковые копии любимых кумиров успеет каждый. Луиза Егязыря, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Продолжает свою работу Люберецкая резиденция Деда Мороза. Напомню, её масштабное открытие состоялось в Краеведческом музее 16 декабря. Главный волшебник страны гостеприимно принимает люберчан и делится с ними чудесами. На этот раз он показал детям, как создавать сказочные картины. Опытные преподаватели вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой учили детей на мастер-классе техники правополушарного рисования, которая раскрывает творческие способности людей разных возрастов. Вот этот зажим, который у нас существует «Я не могу, я боюсь», для нас действительно очень сложный. Он действительно формируется с детства. Это рисование даёт возможность такому творческому потенциалу. Ребёнок стартует, он легче учится, легче узнаёт новое. Особенность техники в том, что человек не знает, что он рисует. И это развивает фантазию. Причём не только ребёнка, но и взрослого человека. А здесь, как известно, в работу включается правое полушарие мозга, отвечающее за творчество. Совсем не сложно. Там палочка-палочка, и у тебя получается рисунок. Главное следовать указаниям учителя, и всё у тебя получится. Увлечённость процессом – одно из главных условий техники. Благодаря ей человек расслабляется и не думает об условностях. И результат, как отмечают специалисты правополушарного рисования, удивляет не только автора, но и окружающих. Родители обычно, когда забирают детей после занятия, говорят, мы не верим, что это наш ребёнок рисовал. Ну и это нормально, потому что действительно получается результат совершенно неожиданный. Это занятие в резиденции Деда Мороза проходит уже во второй раз. Но к Старому Новому году она прекращает работу. Зато в следующем – организаторы мастер-класса. Люберецкий ДК при поддержке Комитета по культуре округа планирует ещё приглашать всех желающих для участия. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Рождественские встречи – мероприятие, приуроченное к одному из главных православных праздников – Рождеству Христову, прошло в Детской центральной библиотеке «Бригантина». Проводится оно уже на протяжении восьми лет. А главная его цель – сохранить и передать христианские традиции молодому поколению. Здесь и школьники, и ветераны Великой Отечественной войны, и просто приглашённые гости. Рождественские встречи – ещё одна возможность представителям разных поколений увидеться и поделиться опытом. Тем более, что объединяет их любовь к одному из самых светлых православных праздников – Рождество Христово. Каждый раз, когда мы празднуем этот праздник – Рождество Христово, мы всегда приобщаемся к нашей культуре, к русской культуре, к нашему православию, к нашей вере. Так хочется, чтобы наши дела переходили нашим будущим поколениям разного возраста. Начиная буквально с шести лет, с пяти лет и средний возраст. Старшеклассники приходят, помогают. Учащиеся общеобразовательных учреждений в этой встрече принимали активное участие наравне со взрослыми коллективами. Для присутствующих исполнили песни, стихи и калятки, посвященные Рождеству. Также с приветственным словом и поздравлениями гостям рождественской встречи обратился отец Александр, настоятель храма в Котельниках. Конечно же, праздник Рождества Христово – это праздник любой, наверное, христианской православной семьи. Поэтому все ваши семьи, все наши семьи, я поздравляю желания процветания нашим семьям, радости, мира, самого главного дара Христова – святоевангельской любви. Зимние месяцы богаты на православные праздники. Так, после Рождества начинаются святые дни или святки, предшествующие крещению Господня, которое состоится в ночь с 18 на 19 января. Мария Антонова, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. И в завершении выпуска наша постоянная рубрика «Свободный микрофон». На этот раз съемочная группа телеканала ЛРТ вышла на улицы города, чтобы узнать, как люберчане провели новогодние праздники. Вымотанные, уставшие или наоборот, полный сил и энергии. Какие вы после новогодних праздников, люберчане? А самое главное, как вы их провели? Великолепно. То есть, как бы, ну а как можно еще провести новогодние праздники в нашей стране? Только с огромным удовольствием, радостью и верой в светлое будущее. Отдыхали, ездили в центр, катались на коньках. В общем, активный отдых, да, в баню ходили. Дома, дома. Хотела активно провести, но так как снега не было, ездили к друзьям, к родным. С ними вместе. Дома, в кругу семьи, с друзьями гуляла. Гуляли, гуляли по паркам, по Наташинскому прудам, где еще были. В центр ездили, к родителям. Ну, уезжали в деревню и гуляли с семьей. Так, конечно, никуда не ходили, но так чисто семейный праздник. Ой, я замечательная, просто замечательная. За городом все дни гуляла. Большей частью дома, конечно, но сходили на каток, были в центре Москвы. Вот, были и в приюте собачьем, помогали работать там волонтерами. Дома с семьей, все замечательно. Все, посмотрели из окна на фейерверк, классно все. Ну что, самые продолжительные выходные в году прошли. И, как мы выяснили, прошли насыщенно. Походы в гости, прогулки, застолья. Эх, ну, повспоминали и хватит. Теперь люберчане направили все свои силы в нужные русла и пошли, пошли работать. Мария Антонова, Александр Богданов. Специально для рубрики «Свободный микрофон». Такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем уже совсем скоро. Напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Подписывайтесь. Ну а я, Мария Лапочева, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин